Имею честь нашу секцию открыть докладом Владимира Кирилловича Шохина под названием так называемый парадокс билетристики и подсказки от компаративной антологии. Интология много очень занимается частными вопросами, но меньше гораздо методологическими, и в том числе и с целью, в общем-то говоря, например, как я понимаю, изучение индийской философии. Вот, но я с самого начала могу констатировать, что для меня, наверное, цель занятий индийской философии заметно отличается от таковой, которая у других участников нашего замечательного мероприятия. А именно параллели с западной философией в основном служат для того, чтобы что-то прояснить или даже найти язык для описания индийской мысли, индийского менталитета. То есть это работают эти сопоставления на понимание, в общем-то говоря, индийской ментальной фактуры. А у меня интенция прямо противоположная. Меня, я думаю, с самого начала испортил до конца Федор Ипполитович. Недаром одна из моих первых книг так и называлась, Федор Ипполитович Щербатской. Его компаративистская философия. Я вот, например, меня больше интересует, как индийские философские ресурсы могут помогать в решении проблем современной европейской философии. Но, в общем-то, в этом плане я считаю, что действительно индийская философия должна работать. Вот наши правители догадались, что промышленность должна работать, строительство должно работать. Вот Zoom у нас работает не без проблем. Но вот индийская философия тоже должна, на мой взгляд, работать. Ну и я бы хотел это продемонстрировать на примере одной из современных дискуссий в тех кругах западной философии, которые, я думаю, слышали об индийской философии, только, наверное, в общем-то, что такая и есть. Но, тем не менее, посмотрим, что из этого получится. Но всегда я предпочитаю идти по хронологии. Это как-то удобно. Все мы, в общем-то, историки философии, оно как-то и понятнее. В 1841 году есть такое сказание о том, что пароход с Чарльзом Диккенсом вошел в порт Нью-Йорка, где там образовалась колоссальная толпа. И у всех был один и единственный вопрос, будет ли Живан Нелл? Речь идет о героине лавки древности. В треме лежали рукописи, вот, и Диккенс сказал, что, к сожалению, нет, она умрет. И раздался, в общем-то говоря, протяжный бопль. Необычайная, так сказать, была фрустрация. Ну, при том, что народ собрался, все бросили работу и так далее. Вот, но здесь есть некоторые проблемы. Дело в том, что Диккенс приехал в Америку не в 41-м, а в 42-м году. Наверное, здесь было преувеличение, но если преувеличение, то и незначительное. Потому что и современники, и те, кто писали позже, например, замечательный писатель Гилберт Честертон, не отмечали, что во время публикации в 1837 году записок Пикфикского клуба, люди как-то жили от номера к номеру и считали, в общем-то говоря, именно вот эти ожидания, этих событий, реальность, тогда как основная обыденная жизнь, она для них была условностью. Вполне может быть. Вторая дата, она уже вполне надежно и проходит. Это 1893 год, когда закончился последний рассказ Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Он завершился трудной, очень трудной победой Шерлока Холмса над Мариарцией. И он уже решил весь этот цикл закончить, а публика ему не дала. Она не дала, потому что они писали письма на Бейкер-стрит. Вот они с Шерлоком советовались, для них это было невыносимо. И в адрес Конан Дойла даже пошли угрозы. Ему ничего не пришлось сделать, как этот сериал продолжится. И вот в следующую дату, 1975 год, наконец-то в аналитической философии искусства стали задумываться о том, как же объяснить нашу реакцию на художественное произведение. Вот это была статья Колина Редфорда под названием «Как мы можем быть взволнованными с судьбой Анны Карениной». Это поздняя попытка объяснения читательского сопереживания литературным героям и сюжетам. Но как настоящий аналитический философ он все выстроил в селогизме. Первая посылка – для того, чтобы реагировать на объекты наших эмоций, необходимо верить в их существование. Вторая посылка – такая вера отсутствует, если мы сознательно участвуем в произведениях литературы. Третья посылка – тем не менее эти произведения нас волнуют. И в заключение – следовательно, наше волнение по поводу них вовлекает нас в непоследовательность и некогерентность. Это получило название «The Paradox of Fiction». И Редфорд оказался очень успешным, ему удалось запустить дискуссию. Я сразу обращаю внимание на разительное сходство между аналитической и индийской философией. И здесь основным протагонистом философского процесса является полемист, диспутант. Его задача заключается в провоцировании полемики и, естественно, в победе над оппонентом. Надо сказать, что вот этот полемический этос индийской философии и аналитический, он, мне кажется, является и для аналитической, и, в общем-то говоря, основным, если взять хотя бы структуру этих текстов. Уже в свое время меня привел к пересмотру хронологии самой аналитической философии, а именно я утверждал, что, конечно, очень странно ее начинать с Рассела и Мора, потому что аналитическая философия есть аналитический метод, а этот аналитический метод, он уходит в глубокую древность. И, в общем-то говоря, само понимание философской рефлексии в Индии, главное, сама эта практика, она говорит о том, что аналитический метод надо очень серьезно удревнить, и то, что будет в XX веке, это будет начало не аналитического метода, который есть аналитическое философствование, а лишь рефлексия уже вторичная над ним. Но это по ходу дела. Так вот, его выступление оказалось успешным, потому что сразу началась критика. Первое положение критики, а именно и здесь и далее, критике подвергалась первая посылка, для того, чтобы реагировать на объекты наших эмоций, необходимо верить в их существование. Первое, мы забываем во время восприятия этих произведений о нереальности их содержания. Тому и наша вера в это содержание, в его, так сказать, действительность, не будет иррациональней, потому что она не требуется. Нет человека — нет проблемы, нет веры — нет проблемы с верой. И второе, то объяснение, которое предложил Редфорд, является скорее констатацией некой мистерии, нежели ее разрешение. Мой комментарий к этой критике заключался бы в том, что, вообще-то говоря, странно само по себе, что от восприятия художественной литературы требуется консистентность и когерентность. Тут уж либо когерентность, либо художественное восприятие — одно из двух. И это доказывает, как плохо бывает, когда занимаются философией чего-то, о чем понятия не имеют. Ну, это так же, как, например, плохая очень философия науки, если ей занимаются люди, которые не имеют понятия о реальной науке, плохая философия религии, если люди не имеют понятия о религиозном опыте, ну и, соответственно, плохая философия литературы, если человек не совсем себе представляет самого этого процесса. Дальше, 1978 год. Статья Кенберла Уолтона «Опасаясь фикций». Здесь очень интересный момент, что это слово «фикшн» является амбивалентным, и вот игра с этой амбивалентностью сопровождает все это дискуссия. Фикция — это художественная литература, и фикция — это просто фикция. Здесь тоже отвергается посылка «1», необходимость верить в реальное существование этих объектов, и уточняется посылка «2», а именно таким образом мы просто притворяемся, что испытываем скот по поводу судьбы героев античной трагедии или ужас при смотрении на монстров из какого-то фильма. То, что у нас проявляется, это не эмоции, это квази-эмоции, отличные от настоящих. Это примерно то, что дети испытывают во время чтения комиксов. Волнение объясняется тем, что ребенок не знает, чем закончится история. Вот это направление получило название «The Pretend Theory». Ну и, соответственно, критика. Без этого аналитической философии не существует. Критика в том, что сопереживания литературным героям отличаются от детских этих make-believe games, при которых контролируется соучастие. При том, что дети могут включаться в игру, выходить из игры. Это совсем другая история. Ощущения зрителей после пьесы или фильма, если это действительно настоящая пьеса или фильм, не такие, которые им самим воспринимаются как имитированные. Это совершенно другой, так сказать, тип увлеченности. Но мой комментарий заключается в том, что к этой критике мне добавить просто нечего, и она абсолютно правит. 1981 год. Статья Питода Ламарко. «Как мы можем бояться фикции и жилеть?» Опять-таки обратим внимание на то, что это вот анбивалентное понятие фикшн уже употребляется во множественном числе, то есть фикции как художественных произведений во множественном числе и фикции, действительно фикции нашего ума тоже во множественном числе. Здесь опять-таки отвергается посылка первая в силогизме Редфорда, но уже под другим углом зрения. Именно для того, чтобы сопереживать содержание литературных произведений требуется не так много, как вера в актуальное существование и героев и событий, но вполне достаточно их ментальной репрезентации в нашем сознании. Вот эта позиция получила обозначение «Sought Theory». 1990 год. Монография Грегори Карри «Природа беретристик» во множественном числе. На самом деле тот или иной сюжет вызывает мысли о реальных людях, о ситуациях, а именно они – суть те объекты, о которых мы все переживаем. К этому близка и позиция посибилизма. Это уже явное влияние теории возможных миров, что мы так реагируем на возможных людей и ситуации, а не на реальных. Но критика состоит в том, что здесь игнорируется конкретная природа художественного образа, и вместо этого предлагается первичная паузальность восприятия со стороны какой-то ментальной сущности. Я бы сказал, все проще. Известна предыстория «Гоголевской шинели», из которой, как известно, вышла вся русская литература согласно одному афоризму. Именно Николай Васильевич Гоголь в Петербурге как-то на каком-то ужине услышал историю об одном несчастном чиновнике, который копил деньги всю жизнь на охотничье ружье. Это была его мечта. Потом у него это ружье украли, и он сошел с ума. Через три недели появилась шинель. Вот, когда мы воспринимаем шинель, мы сопереживаем именно Акакию Акакевичу, а вовсе не его прообразу, так сказать, эмпирическому, о котором мы большинство-то и не знаем, и уж точно не сопереживаем какому-то классу чиновников. Но есть еще одна концепция, которая называется «The Illusion Theory». Сторонники этого взгляда, по мнению Стивена Шнайдера, это большой специалист в области этих теорий, становятся все более редкими. Он один из близких, он называет только психоаналитика Кристиана Метца. Они также отбрасывают Редфордскую посылку один, то есть, что мы должны для того, чтобы, так сказать, сопереживать каким-то объектам, мы должны верить в их реальное существование. И пользуются знаменитой метафорой поэта Сэмюэля Колриджа, согласно которой для восприятия литературы требуется willing suspension of disbelief, то есть, намеренное волевое отбрасывание неверия, так сказать, в содержание этих произведений. Но критика тоже, а именно для объяснения поглощенности сюжетом, участия в нем и так далее, не требуется вообще постановки вопроса о вере или неверии в существовании соответствующих видов и ситуации. Если не требуется вера, то нет необходимости в львом, так сказать, движении в сторону неверия, отбрасывании неверия. Вообще об этом вопрос не стоит. Ну и, наконец, 1994 год, статья Рейчарда Морона «Выражение чувства воображения». Именно он, наконец-то, додумался до вопроса, в чем, собственно говоря, состоит парадокс, о котором идет речь. И пишет он так. «Наши парадигмы обычных эмоций представляют великое разнообразие». И случаи с билетристическими или воображаемыми эмоциями, вот опять это двусмысленность, fictional emotions, приобретают ложную видимость парадокса в следствии неадекватного обзора примера. То есть он хочет сказать, какой же этот парадокс. Существует огромное, так сказать, меню различных восприятий, но это один из видов восприятий, собственно, из-за чего ломаются копья. Вот он отличается, так сказать, от обычного восприятия. Но это обсуждение темы не является видимостью, по крайней мере, в 2015 году появилась хорошо цитируемая слава Дэниэла Подборского, посвященная опять-таки осмыслению начальной позиции Редфорта. Вот такова эта фронология. Я бы хотел уже дать к ней свои более развернутые комментарии. Но насчет того, имеет здесь место парадокс или не имеет. Но парадокс, вообще-то говоря, это безвыходное положение, когда принятие положения А ведет к не А, а принятие не А к А. Ну, например, знаменитый Расселовский парадокс Дротобрин или античный парадокс Лжеца. Вот все, что я говорю, это ложно, но если это ложно, то это истина, если это истина, то ложь. Ничего подобного в данной ситуации нет. Есть убежденность в А и Б, которые кажутся несовместимыми. Но только кажутся. Все участники дискуссии едины в том, что отвергают возможность веры в существование художественных произведений и их ситуации. Всем не нравится эта первая посылка. Но сами они слепо верят, именно верят в их несуществование. Вопрос в том, о чьей же вере на самом деле должна идти речь. На чем же основывается эта вера в несуществовании художественных персонажей и их ситуации? На восприятии она основываться не может. Когда я, наверное, лет 10 тому назад, что-то не помню, был захвачен чтением другого произведения того же Конан Дойла, исторического романа «Белый отряд», то это было до такой степени, что я не мог не лечь спать, ни на что реагировать, не узнав, что герои в последний момент спасет свою возлюбленную от матери, желающую отдать ее в монастырь. В общем-то, для меня вопрос о существовании всех этих персонажей стоял в гораздо меньшей степени, чем сейчас, когда я думаю, так сказать, относительно того, как меня воспринимают в зуме. Значит, те, кто отвергают существование этих персонажей и ситуаций, они должны понимать данные только внешних чувств, отвергая то, что предоставляют внутренние чувства. На нашем индийском языке это будет, что они признают только функцию индрии, но не манас. Но тогда они по выражению замечательного брахманистского философа Ватчиспати Мишли, они замечательные индийцы умели ругаться, это вот есть миф об индийской политкорректности, придумать больше ахинею просто, по-моему, невозможно. А именно по выражению Ватчиспати Мишли это как раз что-то близкое к млечкам и скотоподобным существам, как он выражался по поводу Насты. Вот, они основываются на совершенно одноэтажной онтологии, предполагающей существование только за протяженными, растительными, чувствующими и разумными телами. Вот как раз на монет Черваков-Лакогиатик. Все непритяженное и вневременное в нашем понимании для них не существует. Вот, но существование не обязательно должно быть таким одноэтажным. Проблемы с определением существования не очень значительны, потому что определить можно то, что можно более-менее как-то нормально выделить из какого-то другого подкласса, более широкого в виде подкласса. С существованием это сделать очень сложно. Это гораздо сложнее, например, чем определить даже и благо. Хотя и благо, как удачно показал Джордж Моу, является неопределимым. Так вот, считается, что есть всего два артикулированных определения существования в западной философии, по крайней мере, те, с которыми работает аналитическая метафизика. Это определение Джона Беркли, существовать значит быть воспринимаемым, и Сэмюэла Александра существовать значит обладать кулзальностью. Это как бы пассивные и активные аспекты существования. Обе концепции получают полную поддержку со стороны буддийской философии и классической и махаянской. Персонажи и ситуации в художественной литературе обладают не только воспринимаемостью, но и очень значительная кулзальность, если это действительно произведение подлинной литературы. Они не только переживаются, они не только воспринимаются, они не только переживаются, но и воздействуют на аудиторию и даже на своих создателей. Тут мне вспоминаются замечательные лекции Набокова о западной русской литературе, где как раз он отмечает тот момент, что трагическая смерть Анны Карениной, она не могла не повлиять на уход Льва Николаевича из жизни на этой станции Остапова, вот все как-то вокруг железной дороги, но и он приводит уже хрестоматийно известные вещи влияния сюжета мадам Баварина Флабера, и вот знаменитая история Стивенсона, Джекеля и Хайзе, что Стивенсон тоже как-то ушел из жизни, немного аналогично тому, как это делал его пацанаж мистер Джекел. Ну а то, что они воздействуют, так сказать, на мир, это совершенно очевидно, если мы вспомним о том, сколько деятелей французской революции, в общем-то говоря, вдохновлялись примерами героической римской поэзии и драмы. Так вот, эти персонажи и ситуация могут с этой точки зрения иметь и большее существование, чем их эмпирические прототипы. Например, Шерлок Холм в сравнении с его прототипом был такой сыщик. Вот, Акаки Акакевич, я уже говорил о его прототипе. Ну и, наверное, события Илиады и то, что было на том, что раскопал Шлиман, Холм, Гессарлык в Малой Азии, наверное, с этой точки зрения, так сказать, воспонимаемость и каузальность значительно превосходит реальность опять-таки этих эмпирических, исторических прототипов. это превосходно вписывается в квантификации реальности. В свое время написал в монографии квантификации реальности в антологии А2 и Тегетанты. Мне кажется, что я выявил такую вот схему, а именно максимальное существование абсолюта, срединное у эмпирических вещей и минимальное у интенсиональных объектов, таких как золотая гора, круглый квадрат и так далее. Эта схема реконструируется, например, у замечательного средневекового философа Генриха Генского, у некоторых других августинцев, которые писали после него у Канта, например. Роль Абсолюта здесь играет вещь в себе. Роль в промежуточном уровне реальности у вещей, как мы их воспринимаем, феномены. И минимальная, так сказать, вот эта вот реальность, например, у колец Сатурна, которых на самом деле нет. Но надо отметить, что если на европейском материале эта схема, ее надо реконструировать, то на индийском она просто ее даже реконструировать нечего, она совершенно выписана. Это и есть концепция три свабхава у Вирджиниана Вадзинов и совершенно замечательная пирамида Адвайта Витана. А именно, так сказать, вершину пирамиду существования составляет Брахман как абсолютное мировое сознание, средина Авидья и генерируемый ей мир бодрствования, и подножие составляют сновидения и интенсиональные объекты, от рук зайца до сына бесплодной женщины. Вот, если включить героев литературы и их приключения в класс ментальных объектов, их можно было бы поставить наверх под пирамиды вот этой вот ментальных объектах, где они суть такие объекты, которые наделены и воспринимаемостью, и многосторонней каузальностью, под ними будут интенсиональные объекты, наделенные лишь воспринимаемостью, и то воспринимаемостью, которую можно только вообразить, типа козла-олени, небесный лотос, нынешний король Франции, и так далее, а у подножья уже не воспринимая границы мыслей, то есть объекты противоречивые, типа круглого квадрата сына, бесплодные женщины, и так далее. Вот, но в случае с художественными персонажами и их ситуациями необходимо выявить и качественное их отличие от эмпирических лиц и их отношений. На самом деле это несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд, потому что в общем-то говоря, мы имеем дело с виртуальными личностями. Например, если опять вспоминать нашу литературу, вот, когда у Льва Николаевича спросили все-таки относительно Анны Карениной, как все-таки с ней это получилось, то он вроде бы улыбнулся и сказал это примерно как с Пушкиным. Он сказал, что он совершенно не представляет себе, как Татьяна могла такую выдать, чтобы выйти замуж. Вот, в этом отношении это безусловно виртуальные личности, но определенную автономию они имеют. Так вот, для того, чтобы выявить качественное различие между художественными персонажами и эмпирическими лицами, для этого придется углубляться уже в серьезную настоящую метафизику, брать такие категории, как экзистировать, субсистировать и так далее, но для этого нужно больше, наверное, умая времени, которыми я помогаю с интересами. Большое спасибо за внимание. Ну, верно ли я понимаю, что это изысканная схема разработана для тех познающих субъектов, которые воспринимают литературное произведение из героев на так называемом левом уровне письма, то есть они воспринимают фабулу как жизнь и сюжет не является не только предметом их анализа, но о его существовании даже зачастую это не предполагается. Если читатель литературного произведения с самого начала подходит аналитически, то есть судьба героя воспринимается им как не просто как жизнеописание человека рядоположного ему, а как определенная схема, творцом которой является автор данного произведения. Будет ли эта схема работать при таком отстраненном восприятии ткани литературного произведения? Спасибо. Потому что подход уж очень интересный. Ну, наверное, это похоже на то, что вот этот самый thought theory, да, то, что я говорил, а именно что художественное произведение, что мы при его восприятии воспринимаем как бы экземплифицированные какие-то общие положения в эмпирической жизни, да? Наверное, вот таким образом, что вот мы воспринимаем эти персонажи, мы думаем об их реальных там социальных, индивидуальных прототипах, вы это имеете в виду, да? То есть вы хотите сказать, что вот этот подход вам бы казался таким более перспективным чем другие, да? Ваш подход мне представляется высшей степени евреистичным, это очень здорово. Я имела в виду другое, что вот это не выход на цепизацию, потому что это уже предполагает определенного рода рефлексию со стороны читателя, субъекта, который познает это произведение. Но возможно, скажем, если мы возьмем профессионального филолога, литературоведа, навряд ли он будет в качестве частного лица, возможно, он и поплачет Натанной Карениной, но как профессионал он будет знать, что это один из вариантов выхода из в общем-то аналитического тупика, в который попал Толстой. То есть это разный совершенно тип восприятия повествования. Ну, конечно. То есть можно ли применить вашу схему, если вот и так посмотреть? Или это постановка вопроса бессмысленна? Я это тоже могу сказать. Нет, нет, я имею в виду, в общем-то говоря, восприятие, но естественно литература вверху, у него совершенно другая ситуация. Вот, он является в данном случае культурологом в первую очередь, вот, так же, как и историк. Нет, для него это... Нет, я думаю, что такая постановка вопроса, она более актуальна не для литературы веда, а для тех, кто занимается, в общем-то говоря, философией искусства. Да, тем более, что у Роману Джи в его дискуссии с Адвайта, он использует примерно тот же принцип доказательности, когда он говорит о том, что веревка, даже если человек думает, что это змея, то все-таки, тем не менее, он может умереть от страха, и тогда непонятно, если это нереальный предмет был, то есть не змея, а веревка, ему показалось, что это змея, и он скончался от страха, все-таки было какое-то реальное воздействие, пусть и нереального, то есть то, что он вообразил только, то есть мы можем, например, прочитав «Мадам Бавари», собственно говоря, истрыться от чего-то, есть даже направление в литературоведении, которое использует романы, да, как метод терапии, то есть, значит, есть какое-то воздействие, да, вот как бы реальное, то есть оно реальное, несмотря на то, что создаваемые персонажи носят какой-то виртуальный характер. Ну да, но вот я все-таки настаиваю на том, что то, что может воздействовать, оно является реальным, а не эффективным. Другое дело, наша задача найти, так сказать, найти для него рубрику. А фикция, она не может воздействовать. Дело в том, что круглый квадрат, он воздействовать не может. Так же, как сын бесплодной женщины, вот, противоречивые объекты, они воздействовать не могут. А здесь, собственно говоря, вот это вот приравнивание всех сюжетов, которые оказывают сильнейшее воздействие просто каким-то фикциям, вот это я имею в виду под одноэтажностью, так сказать, онтологии, которая стоит немножечко, так сказать, за этой дискуссией. Но сама эта дискуссия, она очень важна, знаете, потому что если бы не она, то, может быть, и не стали бы обсуждать такую вещь. А насчет веревки в змее, но это, Занова, Владимир, вы просто затронули наш любимый двойтийский сюжет. Действительно, это таким образом, что змея в веревке объясняет статус эмпирического мира, вот, который характеризуется как анедвучинея, что это не существование, потому что это не полноценное существование, которое есть только у и в то же время это не фиктивное существование, потому что если хотя бы на один момент эта змея в веревке вызвала чувство ужаса, то значит, она все-таки не относится, так сказать, к ногам зайца. Да, это как раз уже был против адвайтистов, о том, что все-таки там есть какая-то реальность. Да, 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 да. Shiva-Santusha-Santushta Sargadhirhethurishwara Shiva-Vitanutam-Shevam Tamastha-Shivasan-Nidhi Shavda-Sindhum-Samagatya Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok